Первый матч после длительного перерыва. Карагандинский шахтер в гостях переиграл шимкенский ордобасы. Для команды шахтерской столицы этот матч стал первым после смены главного тренера. Игроки шимкенского ордобасы на правах хозяев поля с первых минут завладели инициативой. Доминировали на поле и за первые 45 минут создали несколько опасных моментов в штрафной площади карагандинского шахтера. Однако защитники и страж ворот горняков Давид Юрченко в этот день действовали надежно. Стоит отметить, что для нашего кипера этот матч был дебютным в майке карагандинского шахтера. И дебют удался. Первая же игра на ноль. В этой игре в основном составе нашей команды также вышел защитник Евгений Ткачук. Он вернулся после травмы. В прошлом году защитник из-за разрыва крестообразных связок колена выбыл на долгий срок. Но теперь он готов на все сто. А в целом по игре подопечные Константина Горовенко сделали ставку на контратаки, которая принесла свои плоды во втором тайме. На 64-й минуте матча после передачи Михаила Бакаева французский хавбэк горняков Жеремий Манзуро забил элегантный гол ворота Владимира Плотникова и принес победу нашей команде. А игру команды доигрывали уже в десятером. На 75-й минуте матча в составе хозяев поля удалили сенегальского полузащитника Абдуллаи Диакате. А в стане горняков на 80-й минуте красной карточкой отметился автор победного гола Жеремий Манзуро. Теперь, после матча третьего тура, карагандинский шахтер с шестью очками идет на четвертом месте турнирной таблицы. Следующий тур казахстанской премьер-лиги должен пройти 5 июля. Но сегодня стало известно о планах правительства Республики Казахстан ввести жесткий 14-дневный карантин. И в связи с эпид-обстановкой календарь КПЛ может в очередной раз поменяться.